МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственный зарегистрирован ЦИК к кандидатам на пост главы государства. Принимать заявление от желающих побороться за пост президента Казахстана Центр избирком начал 26 февраля. Регистрация кандидатов в президенты продолжается. Она будет завершена 25 марта. Для регистрации кандидатом в президенты каждый претендент должен собрать свою поддержку минимум 93 тысячи 12 подписей избирателей, в равной мере представляющих не менее 2-3 из 14 областей страны, а также городов Алматы и Астана. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 26 апреля 2015 года. Диагноз лихорадка Эбола у россиянина госпециализированного с аэропорта Алматы не подтвердился, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан накануне. Отмечается, что по результатам лабораторных исследований больному установлен окончательный диагноз ОРВИ – острый ренофаренгит. В связи со снятием диагноза все ограничительные мероприятия, в том числе режим изоляции, примененный к больному и пассажиру, находящимся в тесном контакте с ним, а также наблюдения за 126 контактными лицами и членами экипажа, отменены. Напомним, 15 марта в аэропорту Алматы из самолета маршрутом Гвинея-Стамбул-Алматы, прибывшего в 6.55, госпитализирован больной с подозрением на лихорадку Эбола. Больной находился в Гвинеи в служебной командировке с 9 по 14 марта. В течение последних трех дней предъявлял жалобы на повышение температуры тела и диарею. Пассажира сняли с борта самолета с соседом по месту на борту, а сам самолет был направлен на санитарную стоянку. Силы подразделений департамента по ЧС Алматы и местных исполнительных органов коммунальных служб проверяют здания жилого фонда, объекты жизнеобеспечения и производственные объекты на наличие возможных повреждений после воскресного землетрясения близ мегаполиса. Кроме того, подразделения КАС Селезащиты усилили мониторинг и контроль за моренными озерами, сообщил комитет по ЧС МВД Казахстана. Вместе с тем отмечается, что все объекты функционируют в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью населения нет, говорится в информации. В ней также сообщается, сразу после получения информации о произошедшем землетрясении был организован комплекс мероприятий. Как сообщалось, в 20.01 по Астане в воскресенье в 28 километрах к югу от Алматы на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. В Алматы подземные толчки ощущались силой 4-5 баллов по шкале МСК. В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. Повестка дня переговоров на высшем уровне предполагает обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества, прежде всего в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики, говорится в сообщении, планируется обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии в контексте присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу. Глава дипломатии ЕС Федерико Магерини встретится сегодня в Брюсселе с министрами иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, Франции Лораном Фабиусом, Великобритании Филиппом Хаммондом и Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила накануне в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба. В комьюнике отмечается, что перед этими консультациями в рамках переговоров по иранской ядерной программе между шестеркой международных посредников и Тегераном Магерини проведет двустороннюю встречу с Зарифом. Ожидается, что по итогам этих встреч Европейская внешнеполитическая служба распространит письменное заявление. Около миллиона человек по всей Бразилии приняли участие в манифестациях с требованиями импичмента президента страны Дилмы Роусов. Мирные акции протеста прошли в 24 из 26 штатов страны, а также в столице, городе Бразилия, передает ТАСС. Протестующие требовали тщательного расследования коррупционного скандала в государственной нефтяной компании Петра Браз. Демонстранты, многие из которых были одеты в цвета национального флага, распевали национальный гимн и требовали отставки президента, что, по их мнению, должно остановить коррупцию. Прокуратура Бразилии расследует возможную причастность высокопоставленных политиков и членов парламента коррупционным схемам в Петра Браз. Коррупционный скандал вокруг Петра Браз сильно ударил по президенту Бразилии Дильме Роусов, хотя она и не входит в число обвиняемых. Совсем недавно, 1 января этого года, она вступила в должность главы государства во второй раз. Одного из сыновей бывшего президента Ирана Али Акбара Хашими Рафсан Джани приговорили к 15 годам тюремного заключения, передают в воскресенье иранские СМИ. Мехди Хашими был признан виновным в ряде преступлений, поставивших под угрозу национальную безопасность, а также в мошенничестве и хищении государственных денежных средств. Как отмечают издания, вердикт может быть обжалован в течение 20 дней. Никаких подробностей относительно приговора СМИ пока не приводят. Али Акбар Хашими Рафсан Джанин был президентом Ирана в 1989-1997 годы. В результате взрывов в двух церквей в христианском районе пакистанского города Лахора погибли 10 человек, сообщает воскресенье BBC. Около 50 получили ранения. Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства рядом с воротами церквей. В момент взрывов в районе находилось множество людей, пришедших на воскресную мессу. Ответственность на нападение взяла на себя группировка Джаматул Ахрар, связанная с Техрик и Талибан Пакистан. Это все новости к данному часу о развитии событий. Следите на нашем сайте www.ricotv.kz Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok